Всем привет, снова с вами Панцер и у меня на обзоре снова пиво от пивоварни Гудшинский, это медовое. На самом деле они много где уже писали, что они добавляют, я говорил, натуральные ингредиенты и в том числе добавляют мед в пиво и в квас. Какое-то пиво я уже пил, где был добавлен мед, это значит второе пиво, которое с медом, и это конкретно медовое. Так, что тут написано? Вода, ячменный солод, жидний солод. По-моему, тогда тоже в жирное пиво был добавлен мед. Так, хмель натуральный горький, хмель ароматный, дрожжи пивоваренные, мед натуральный, плотность 12, алкоголя 5. Вот как-то так. То есть тогда, по-моему, да, по-моему, в жирном был мед, а тут, значит, в медовом рожь. В чем разница? Не знаю. Ладно, возможно, никакой разницы нету, может, они так заманивают этот маркетинговый ход. Типа там, вот это ржаное, а вот это медовое, а по факту, может, одно и то же пиво. Черт-черт знает. Ладно, я бокальчик вот карпатский нашел у себя, и в него, значит, и будем мы наливать, и будем пробовать. Охренко закручено. Окейно. Ну ладно, кручу. Вот так. Так, пиво такого янтарного, я бы сказал, цвета. Тепненькое. И пена такая, как креповатая немножко. В целом, все красиво. Бульбашки, все дела. В аромате странно. Ну, как бы, прям мед и не чувствуется, вот прям, чтобы мед-мед был. Обычно, вот, я же говорю, даже в тех, в том пиво, в котором меда нет, я его, как бы, бывает, мне кажется, что он есть, а тут вообще не ощущаю. Ну, вот такое вот дело. Значит, будем пробовать. Это вкусно. В вкусе-таки, да, чувствуется мед. И, видимо, вот эта рожь дает вот такой немножко карамельный привкус. Такой прикольный. Не могу сказать, что это прямо вот то, что я люблю. Нет. Э-э-э, это ключ. Но, вкусно. В принципе, и джануя мне более-менее понравилось, и эта понравилась. Так что, я думаю, они похожи. Тесно. Вот они вот реально похожи. Ну, ключевое это то, что они, э-э-э, что хотел сказать? Забыл. Короче, вкусно это все дело. Э-э-э, я не скажу прямо, что это, то, что я люблю, но, ощущается, вот, это, она мне сладкая, если что. То есть, есть сладость во вкусе, но оно не перебивает. То есть, ощущается пиво, ощущается карбонизация, ощущается, видно, что это пиво. Прямо сказать, что можно выделить мед, ну, я бы не сказал, вот, сладость, да, есть. А прямо, чтобы медовый вкус, ну, такого вроде как нету. На самом деле, оно и не надо в пиве там. То есть, есть вот оттеночек какой-то, и слава богу, большего не надо. То есть, в целом, получилось нормально. В целом, пиво хорошее, и, опять же, повторюсь, для туристов, которые туда приезжают, я думаю, это отличный вариант. Я вообще, вот, на самом деле, удивлен, потому что, там, что на сайте, что на странице, в фейсбуке, какие-то одни девчонки, потому что это девчачья какая-то пивоварня, я не знаю. И обзор, типа, делают там девушки, может быть, так и есть. Поэтому, все вот такое вот девичье, может быть, такое. Пиво, при том, что это с добавлением ржи, ну, оно реально очень приятно. Я бы сказал, ну, оно не прям вот девичье, женское, нет. Оно, как бы, для всех. Но, к сожалению, я люблю немножко другое. Это вкусно, это я выпью с удовольствием. Но, все равно, я люблю пиво другое. И, ну, это, опять же, гуцульское медовое, на мой взгляд, довольно хорошее. Вот. Это я могу смело порекомендовать, и вот сам его с удовольствием выпью. Продолжение следует...